А еще мне, кстати, немножко стабнафтику это напоминает. Солянка из разных игр и не худшее воплощение. 2ХП представляет Соломэй всем, друзья, с вами 2ХП и сегодня мы посмотрим на игру под названием Lightyear Frontier. Честно говоря, слабо представлял до того, как вбил в словаре перевод этих слов, этого названия. Тем не менее, переводится это как граница светового года. Что бы это ни значило, как, собственно говоря, всегда я говорю. Эта игра в рамках «Играм быть» в стиме фестиваль проходит, демки выкладывают, интересные, неинтересные, их очень много. И это одна из игр, демку которую предоставили, и я решил ее посмотреть, потому что она мне понравилась. Мне понравилась идея, я ее скачал, и воплощение мне тоже, честно говоря, очень понравилось. Поэтому давайте смотреть. Давайте начнем новую игру. Давайте я что-нибудь придумаю. Допустим, Google Flower. Почему бы и нет. В общем, говоря, представьте себе, слайм-ранчер, только вместо слаймов там ферма, растения, а вместо человека, человек, сидящий в огромном мехе. Земля исчерпала ресурсы. Вы из тех, кто отправились в звездный форт-пост, чтобы начать и найти свой дом. Короче, да. Вот что-то примерно такое и представляет из себя игра. Мне понравилось, как там сделали вот этого меха, я вам сейчас покажу. В общем, я решил все-таки попробовать пройти демку. Не знаю, насколько она будет долгая, насколько она будет длинная. И, наверное, во время заставок лучше молчать. Но я учту это на будущее, конечно. И, да. Вот так она выглядит. Луга. Найти своего робота. Я просто заходил в нее, потому что были прецеденты, когда, это, конечно, не в рамках этого фестиваля, были прецеденты, когда мне присылали игры. Когда одабривали игры на определенных порталах. И они оказывались просто нерабочими. Есть какой-то симулятор. Блин, красиво здесь. Симулятор бездорожья какой-то мне прислали. Ну, настолько неиграбельный. Мне, честно говоря, уже лень просто альтабаться и ставить на паузу запись, чтобы посмотреть название. Ну, короче, вообще неиграбельная штука. Вот. Вот так это все выглядит красочно, приятно. Это еще у меня не все на ультрах стоит, потому что немножко оптимизация, ну, по крайней мере, у меня подлаггало, когда первый раз игра загружается. Идет такой процесс, как компиляция шейдеров. Это прогрузка предметов, объектов, которые ты видишь в первый раз. И их игра загружает и запоминает. Как-то так. Там вдали вообще какие-то руины. Все красиво. В общем, да, мы сейчас идем к нашему роботу. Это наш мех. И мы будем в нем ходить. И это прикольно. Дали кирку. Левую кнопку мыши бить. Правая кнопка мыши, она делает вот примерно такую штуку. еще чуть-чуть, чуть-чуть эта игра напоминает мне фак фак как она называется Satisfactory. Чуть-чуть. Но я в нее не играл. Нужно собрать робота. Вот лежит наш мех. То есть мы упали, летели на каком-то космическом челноке. Он нас сбросил. Или мы скатапультировались и упали на эту планету. И теперь нужно собрать меха. Берем руку. Место руки примерно здесь. Что там еще надо? Двигатель. Я так понимаю вот двигатель. И честно говоря это больше похоже на переднюю часть трактора. Но это такой не знаю стимпанковский мех. Ой забыл что надо ЛКМ нажать. Готово. Теперь его нужно перевернуть и залезть внутрь. Я не знаю каким образом мы сейчас это сделаем. Но мы его подняли на ноги. Опустим этот момент. Давайте залезать в него. И это прикольно. когда мы залезаем в меха это прям красиво. Это здорово. Это прикиньте это демка. Это незаконченная игра. И уже настолько достойно это все выглядит. И приятно честно говоря. И приятно как ходит мех. Я специально проверял. Специально заходил. Я вам сейчас сразу покажу. Здесь есть вид от третьего лица. И он ходит реалистично. Он ходит прикольно. Я буду скипать немножко эти диалоги. Потому что во-первых голос неприятный. Да и кому нужен этот лор. Тем более он подается через монолог какого-то персонажа непонятного. Все. Мы в мехе. И теперь нам нужно в левом верхнем углу выполнить задание. Найти шланг для топлива. Можно ходить так. Можно ходить вот так. как вам больше нравится. Этот мир полон всяких ресурсов. А еще мне кстати немножко сапнафтику это напоминает тоже. Еще немножко сапнафтику. Короче просто суп солянка из разных игр и не худшее воплощение. Так мы подобрали пылесос. Вакуумный сборщик собирает воду и растения. Он также может выпалывать сорняки. И здесь же есть какие-то яркие цветочки резинники внезапно. Семена резинники. Четыре штучки. сапчу здесь. А что там сверкало? Так и также мы можем набрать в резервуар воды. Я это сразу сделаю. Потом покажу для чего. Зажать колесо инструментов будет. Ага. Ну это можно переключаться. В принципе колесико мыши это гораздо удобнее. Значит пылесос и ну это пила это короче да. Вот этим я еще не пользовался. Погнали дальше. подобрали синий краситель. Тоже все что вот так ярко выделяется. А ну да собственно мир полон всяких растений всякой экосистемы экокультуры и это только начало. Я думаю то есть нам нужно короче в дальнейшем будет делать огороды. я еще правда до этого момента не дошел. Но в трейлере просто было. Так еще вижу резинки кстати вот там но мы к ним не пойдем. Мы пойдем выполнять нашу миссию. Вот есть кстати какое-то дерево и оно прям выглядит как будто с ним можно взаимодействовать. же это сделаем. А это гнездо. А это гнездо чье-то. Скоростель Так не получается Ладно пока оставляем. Там были какие-то крысят их можно было покормить но у меня нету пока ничего чем их можно покормить. Вот там есть какой-то проход непосредственно к этим руинам да но нам пока не туда нам налево так давайте переключимся ай красота я могу бегать я могу я могу прыгать но точнее здесь прыжок реализован как джет буст и это тоже прикольно так давайте еще резинки соберем я так понимаю мы их первыми будем сажать так что не будем игнорировать очевидные вещи вон к тому желтому столбу нам поехали посмотрим что есть вокруг какая-то экопланета прямо по курсу восстановиться с новой вершины миссия начата экопланета да то с кольцами то есть мы удостовериваемся либо это земля но в какое-то другое время совсем не в наше ну либо это просто другая планета какая-то так нам дали какую-то миссию вторую восстановить сосновые вершины наверное это локация называется сосновые вершины давайте посмотрим на карту я тоже еще не заходил а я понял короче есть лока и в рамках этой локи есть миссия и мы зашли сейчас во-первых на неизведанную локу и соответственно нам дали с этой локи миссию так найти этим шлангом можно поливать растение и убирать токсичную слизь это водомет я понял то есть водометом пылесосом собираем воду водометом можно поливать я думаю какие-то растения и вот убирать токсичную слизь которая вот здесь рассыпана но я этого делать пока не буду смотрите как потемнело но к счастью у нас есть свет я бы с удовольствием хотел посмотреть на свой мех с лицевой стороны то есть я бы повернуть чтобы камеру и он остался смотреть прямо но по-моему здесь так нельзя по крайней мере я пока не нашел то есть я поворачиваю мышку и верхняя часть меха поворачивается вместе с ней ну да ладно семечко мед ой надо было посмотреть ага семечко мед посеять первые семена и найти последний предмет побегастрел нужно тоже найти столб желтого дыма вот он ну разве это не слайм ранчер собирание вот таким образом семян ну согласитесь очень же похоже да кстати когда вот будет уже много инструментов уже наверное не колесико мышки будет удобно переключаться а именно круговым меню потому что так будет быстрее тем более можно посмотреть как называется шипастая а шипастая пила это называется хорошо потому что это один из немногих инструментов который выглядит непосредственно как оружие так а это что что за дым так нам наверное сюда нам не туда это вообще выглядит как граница да она наверное и есть граница окей погнали сюда надеюсь достаточно света темное время суток в играх это конечно отдельная статья так вот там что-то синенькое а это наверное тоже это наверное тоже краска синий краситель да хорошо все последняя деталь побегострел отлично найден новый инструмент миссия завершена побегострел сажает в землю деревья и крупные растения да а семеномет ну собственно семена выстреливает в землю сажает тоже все понятно так что делаем дальше это кстати я не знаю вырезал я это или нет но она говорит что вот что вот это она тот кто с нами разговаривает вот эта точка не знаю что это значит так ну давайте смотреть построить ночлег так у меня нету ничего восстановить сосновую вершина так ну из заданий на этой локе есть собрать древесину собрать растительные волокна древесину мы наверное будем собирать вот этой штукой так ну давайте найдем древесину пониже да вот здесь зеленое дерево сойдет нужно что-то нажимать чтобы это подбирать нет нужно просто зайти а правой кнопкой мыши да так тоже можно но только нужно нажимать а нет зажать тоже можно побег зеленого дерева обнаружен ресурс сколько их нужно собрать ну какое-то количество можно большое дерево необходимо улучшение шипастой пила нет не получается но однако это дерево можно срубить просто у меня не хватает пока игровых мозгов на этом разбить грядку построить ночлег построить навес тогда нужно выбрать место так зумить тоже можно потому что я зашел в какую-то какой-то закоулок не уверен что это хорошее место для базы что-то светится это что такое это что-то а я застрял да я мое подожди ладно сейчас растистим ну да это тоже место ну-ка давайте может это хорошее место для базы why subs are not давайте не убиться только бы что случилось мне нельзя падать в воду ну имеет конечно смысл а это дверь какая-то возможно это кстати та дверь которой я хотел сначала не идти а потом решил пойти ну вы поняли когда была развилка да я кстати могу выйти из робота между ног у него и делать что-то вручную и и у меня даже есть здесь фонарик но мне кажется без робота здесь неинтересно так что нет это плохое место для базы давайте я сейчас похожу найду что-нибудь дельное так отлично как раз расцвело как раз все видно можно даже выключить фонарь чтобы экономить заряд батареи который здесь нет в принципе что случилось а у нас смена суток произошла и что и поменялась погода отвратительно значит из миссии разбить грядку построить ночлег построить навес нажмите б нажимаем б это что сушильный шкаф для корма маслопресс отлично мастерская под навесом вот это нам нужно 20 это дерево я так понимаю да хорошо хорошо пожалуйста и отмена и как ее строить это только проект а теперь нужно вносить древесину добавить максимум добавить добавить максимум наверное ага окей о да фонарик кстати не нужно уже хорошо по крайней мере у нас есть навес чтобы не робота своего не мочить хотя я думаю он с влагозащитой разбить грядку а подожди построить маслопресс под навесом а нужно построить навес и построить маслопресс извиняюсь вот маслопресс 10 древесины и камень давайте я проект сделаю и сейчас пойдем искать камень повернуть вот так мы его расположим и нужно три камня камень я так понимаю добывается шипастой пилой ну-ка да еще кстати сам процесс добычи тоже иногда приятный иногда неприятный в разных играх по-разному вот допустим в расте я заходил играл в раст мне не понравился процесс добычи там 13 камней я добыл ни хрена себе ну давай построим блин я не понажал подожди а так там тоже же на е а ну да ну да ладно будем постепенно добавлять смотрите есть какая-то даже анимация масло пресс открыть масло пресс растительное масло повышенное производительность при создании предметов в этом сооружении могут получать дубликаты получаться что ему нужно растительное волокно 24 время издавления 15 секунд создать миссию ну давай еще давай сколько сможем сделать окей пусть делает разбить грядку построить ночлег изготовить любое масло масло изготавливается построить ночлег разбить грядку ночлег или грядка ничего такого нет ящик для хранения вот это может понадобиться о маленькая панатка все с чего сейчас начинает это ночлег нужно растительное волокно нужна древесина пошли не знаю стоит ли здесь это делать рядом ну хотя да я наверное как раз территорию своей базы немножко расчищу и как раз будет удобно так дерево надо побольше меня еще немножко интересует надо сейчас полазить мой инвентарь типа где он и насколько он ограничен цены хорошо цены это хорошо значит можно торговать значит можно так это слишком большое дерево я тебя понял хватает нам а где мы будем строить ночлег а ночлег мы будем о масло выкинул ну тоже здесь можно построить еще одну такую еще один навес еще нужно будет дерево наверное вот так так повернуть можно да сейчас секунду можно кстати здесь его построить так и здесь уже поставим где оно это точно для меня но я просто немножко не уверен ну ладно ладно хватает нам маленькая палатка но она какая-то слишком маленькая если честно чересчур маленькая так давайте давайте так разбить грядку еще и лечь спать надо подожди пока грядка пока подожди я сейчас запаркую робота я вылезу хочу собрать масло могу я закидывать так масло да даже так могу это удобно так робот под навесом смотрите даже есть капли на кабине кабина отчетливо выглядит как сырая это прикольно правда у меня робот как будто знаете ну как будто на заведенный стоит ну хотя вот сейчас да хорошо давайте тогда разобьем грядку как хотят чтобы мы сделали и ляжем тогда в наш первый сон нужно кстати еще успеть до ночи грядка будет наверное здесь и нужно ее найти наверное вот здесь грядка будет белевая веревка тазик будем стирать руками серьезно о клумба синими цветами ну а вот это не грядка маленькая грядка вот же дерево нужно еще 4 дерева ну давай проектик грядку я не буду конечно делать под навесом какой смысл давайте еще одно дерево а вот таким образом мы несколько деревьев можем срубить такая сплэш атака это интересно кустик тоже кустик тоже подожди куда что случилось мне сейчас куда-то понесло вообще в сторону так давайте сделаем грядку могу я это делать подожди вне робота могу я строить да очень даже могу я просто проверил так и посадить семечко в лунку так семя мед какой-то у меня побегастрел семечко мед и у меня есть семечки вот этих синих цветов и левый кнопок мышь я так понимаю два три четыре ай 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 забери забери ладно промахнулся видите здесь еще надо ладно по лесу сейчас заберем хорош все значит лечь спать собрать алюминиевый стержень нет ребята мы сейчас ляжем спать сперва вот так развернемся а потом будем разбираться уже с этими всякими стержнями погнали сон закрой глаза вы можете найти дополнительные ресурсы в дикой природе строите украшайте рядом с домом чтобы повысить его уютность строите больше большие дома чтобы получить больше эффектов уютности хорошо зоркий глаз пока заблокирован день 3 блин во-первых я очень надеялся что дождь закончится на следующий день но нет а могу я ну себе ресурсы куда-нибудь неужели у меня нет никакого инвентаря своего вот и во-вторых без меха очень как-то очень как-то низко очень низко не знаю прям даже как-то некомфорт как будто я ползаю то есть даже не на корточках а прям на пузе ладно что по заданиям восстановиться это не то собрать алюминиевый стержень погнали в робота б нужен некий алюминиевый стержень ящик для хранения тоже возможно кстати понадобится алюминиевый стержень это растение я понял и его нужно найти и его нужно собрать нет не надо пойдемте поищем здесь в принципе не так уж много всяких разных растений может быть оно шипастый куст похоже кстати немножко на мак но это не он блин может еще лечь спать чтобы закончился дождь очень уж как-то он напрягает даже не знаю может они все-таки это просто куст ладно пойду на поиски алюминиевого стержня я короче пробежался не нашел никакого алюминиевого стержня вообще тяжело искать какой-то объект с чисто абстрактным названием который даже не понимаешь как должен выглядеть но типа она должна быть цвета алюминия возможно может это дерево может это куст возможно не знаю поэтому я решил начать с миссии восстановления сосновых вершин вот я сейчас к ним зайду куда-то вот вот туда нам по-моему потому что она тоже как активная миссия висит возможно алюминиевый стержень находится там и это нам поможет почему-то не бегаешь ты не можешь вот это интересные кстати деревья нет это уже наверное сосновые вершины потому что появился ползунок прогресс бар давайте попробуем вот это собрать что это такое большая сосна упадет ли с нее только дерево они какие-то погибшие на самом деле макодревесиновое сержинное сооружение растительное волокно это не то значит для восстановления нам нужно подойти к тому озеру и убрать токсичную слизь это просто камень давайте водомет и погнали запас воды у нас есть не знаю правда только ли в этом заключается восстановление сосновых вершин или или что-то еще я она в траве спряталась коварная токсичная слизь есть ли у нее какой-нибудь другой режим у этой воды насосем еще какова дальность ну нормальная так воду нам заходить нельзя и кстати вот эти вот водопады такого вида всегда выглядят как будто за ними находится секретка я сейчас в один зашел и чуть не утонул у меня мех категорически не любит воду даже если заходит по щиколотку так 23% может где-то еще есть слизь а вот она от третьего лица лучше видно может от третьего лица будет удобно поливать да тут ракурс другой тут видно 33% так чистой слизью здесь вроде все давайте еще наберем водички а здесь курсор кстати желтым становится когда можно взаимодействовать хорошо нет наверное все-таки слизь убирать просто нужно нужно еще найти где она то есть основы и вершины относительно моего положения будут уходить на север вот туда нам хорошо мне кажется там тоже просто слизь и ее нужно ее нужно смыть я вроде пока не вижу так так лучше видно так нет вот эта дверь которую я хотел пройти кстати короче она говорит это какие-то руины интересно раньше они могли быть чем-то важным но сейчас это просто заброшенная штука странный камень требует шипастопила шипастопила без проблем анализировать артефакт я нашел артефакт какая-то ручка ну что я взял где подожди где мой инвентарь спасибо что не показал мне что я подобрал я очень ценю хотя бы здесь хотя бы в базе данных нет ты безнадежен ладно их просто в рамках миссии нужно собрать 9 артефактов я понял 9 темнеет кстати уже 9 странных светящихся объектов и тогда вот гнездо и тогда я выполню миссию гнездо шнуркеля мы все прекрасно знаем что это за зверек у нас под окнами постоянно шнуркели шныряют так знаете что я не пролезу там на мехе но ой а почему она полупрозрачная потому что это стекло а да ну я могу зайти туда пешком можно отключить эту женщину пожалуйста это наверное игра здесь должен быть еще пункт навязчив надоедливый голос татуарела и должно быть тумблер выключить навсегда выключить и выключить навсегда вот я бы его выбрал ладно так фонарик это какая-то пещера грибы краска пульт нет снарядов ладно ладно берем как она называется хватыга извините очень интересный симбиоз слов так а вон артефакт вижу хорошо вижу артефакт господи как много игр она мне напоминает и какая же она сама по себе ну вполне самобытная хочу грибов хочешь со мной делай хочу грибов так а их надо растить на волокна и зачем я их добывал если я их не могу взять может я знаешь как могу там у меня был ящик деревянный ящик деревянный ящик в него можно можно это полностью показать нельзя короче в нем можно хранить предметы я просто подумал я могу сделать деревянный ящик я могу положить растительное волокно в деревянный ящик энное количество и схватить деревянный ящик и донести его до меха вот такая задумка у меня окаменелый жук ухты 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 а можно его разокаменилить или можно я его отнесу в меха вот что что да скучный артефакт у меня тут окаменелый жук интересней можно я его в меха сейчас засуну и дома у себя там в палатке да окаменелый жук одна штука обнаружен ресурс ресурс это а для чего же может быть ресурсом жук тем более окаменелый зал же угля а вот это уже интересно а я точно сюда не могу ну да мех слишком высокий я конечно не пробовал ну и что ты мне предлагаешь делать таскать ухты как интересно таскать в меха туда-сюда ресурсы возможно апгрейдами это как-то можно будет потом поправить обнаружен ресурс уголь замечательно это даже не ресурс грибы тоже не ресурс а да я собственно я забыл зачем сюда пришел за скучными артефактами ну нету жук это круто странные камни артефакт ясно короче в артефакт вот еще один в артефакты я попал не стоит всматриваться это просто какие-то детальки не важно что это детальки важно то что сам факт что это артефакты и все а вот уголек я что более чем уверен что нам понадобится хорошо сейчас соберу благо что такие вещи можно в кучу собирать и кучей нести потому что если по одному мне нужно было таскать их туда-сюда было бы на самом деле грустно грибы на потолке так ну вот же куст еще давай тогда сейчас растительные волокна соберем в кучу ты вот растительное волокно кусок волокна и дерево там есть но ладно дерево нам не особо нужно так ну я думаю с этой пещерой все я думаю там не будет уже артефактов нужно ли мне возвращаться домой спать эти ночь уже пола невероятно что нужно и наверное так и сделаем вверх есть шанс что закончится дождь давайте поставим в бой point и я смогу нормально существовать без дождя и еще и светло будет вообще шоколадно так что да ну и отдохнем может это то реальная штука а вот так ну давайте пока мы здесь почему бы нет немножко экономненько сейчас это сделаем здесь тут вроде все погнали домой воу-воу-воу подожди урон от падения нет хорошо блин уже считает на самом деле у воу-воу я врезался мехом в какую-то куропатку и это меня остановила это очень странно я впредь буду обходить этих куропаток мне кажется они они опасны они что-то что-то из себя представляют не то чем являются так скорее скорее пока ночь нам нужно поспать все еще нужно собрать алюминиевый стержень с основой вершины все если построить сушилку шкаф для корма а сушильный шкаф для корма хорошо так есть какая-то видимо стамина просто я ее не вижу пошли спать день четвертый отлично семена сорняков скоро заполнят ферму поймайте семена сорняков каких семена сорняков каких сорняков так подожди пара фермерить здесь подожди какая-то миссия на время я что-то не понял а я понял так нужно собрать а семена сорняков так вон они летают их сколько-то надо подожди а понял понял они приземляются их надо собирать здесь понял так 10 секунд осталось главное чтобы они не были рядом с грядкой видишь еще сорняки вот там падает прям тень вижу они они по они все-таки целят на грядку я так понимаю но я собрал какое-то количество окей и собрал кстати лут с грядки я молодец так нам тут на медне надо построить сушильный шкаф для корма не знаю наверное здесь поставлю рядом с тем где я сплю и на самом деле нужно делать уже ящик и вообще много чего нужно делать давай сначала сделаем ящик на который у меня нету дерева хорошо дерево нет ни проблема блин наверное с зеленого дерева зеленого падает меньше дерево чем с зеленого с коричневого со спелого со зрелого может быть нет давайте сделаем да куда ты бежишь у него жопа разворачивается постепенно поэтому он делает такие зигзаги давайте сделаем ящик для ресурсов ящик для ресурсов это не том а это ящик для хранения подожди 17 дерево нет 5 дерева нужно а здесь 5 дерева нужно какая разница ну вообще так как деревянный ящик делается из дерева из мягкой древесины он делается который у меня все еще нет ладно делаем тогда обычный ящик куда-нибудь его сюда поставим давай давай открыть ящик ага так уголь перекину жука перекину масло перекину ресурсы которые постоянно надобятся я ставлю это семена или это уже резинка нет из этого нужно делать масло хорошо токсичная коробочка что заполнить токсичной энергией ее можно очистить используется для токсичные споры рецепт я тебя понял так краситель тоже нафиг а вот семена и семена тоже посадим сейчас все остальное и кучу растительных волокон пока выложу а то что-то их очень много давайте сделаем масло вот так хорошо и посадим еще семена мне прям нравится просто что я сделал я вылез из бота на е вылезать из робота но это как-то странно вот кстати сырняк подожди 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 сырняк ты чё ты куда ты зачем это же не сырняки нет обычный куст так давай семена мед побега стрел семечка мед денег 1 2 3 я могу как-то выбрать семена которые мне нужно сажать добро так погнали дальше восстанавливать сосновые вершины пока здесь все это делается пока светло нужно убрать waypoint хотя пусть будет я всегда буду знать где мой дом а сосновые вершины они прям вдоль вот этой стены непонятной все я даже уже более менее ориентируюсь и вот мы снова здесь я сейчас пытаюсь высмотреть слизь это же уже вершины да это они нам нужно искать а это кстати лунки из-под угля разве нет чё написано красный кристалл необходимо лучше посты страна уголь просто тоже был таких штуках немножко не хватает какого-то зума типа вот что-то сидишь в кабине и что-то приблизить какой-то бинокль импровизированного не знаю может быть он в дальнейшем будет как апгрейд но пока нету и пока не хватает так вы изжуслись хорошо я думаю там артефакты будут и вообще мне захотелось вот туда пройти посмотреть что здесь я так думаю это тоже декор да ничего собственно здесь нет очень странно очень странно ладно давайте подойдем к воротам вообще посмотрим что это такое можно ли с ними что-то делать а че с фонариком кстати бегаю нет может быть когда о этот артефакт могу я отсюда достать до него или подожди вы или вы нужно засосать нет вроде не того нужно добыть отлично так смотрите красота погнали на ту часть на северную так вот и на 6 слизичка у меня там с эти вода сейчас закончится они нормально пока нормально опять же таки из кабины обзор не совсем хороший вот там в это вроде есть вот слизь да есть водоем отлично будет для набрать водичку хорош отлично вот здесь выход кстати они за слизь здесь и то и то и выход этот болин закончилась вода погнали чтобы запускать бег меха нужно постоянно отжимать и зажимать опять shift иначе он у него забивается мне уже хочется увеличенный резервуар воды потому что что-то как-то мало прям не хватает постоянно нужно бегать к водоемам постоянно нужно пополнять ресурсы уже закат оу смотри как красиво можно за скринью блин а нету режима скриншота чтобы убрать весь интерфейс было полезно раз здесь такая красота нужно такие вещи делать так походу также о есть штука а красилек он называется да новый ресурс но это тоже красота здесь вода кстати рядом это удобно значит можно не экономить давайте наберем он показывает когда наводишь на растение показывает то чем можно его добыть а ты интуитивно думаешь что он название растения показывает так у нас ночным временем очень как-то быстро сменяется сутки на самом деле хотелось бы подольше потому что ну раз нужно ходить раз нужно исследовать дайте сутки подлиннее пожалуйста 83 процента сейчас вот останется какая-нибудь маленькая лужица 1 который я в каком-нибудь углу который я не найду а нет нормально регион восстановлен сосновая вершина а это терра нил прямо было сейчас я выполнил миссию и немножко пока не понимаю честно говоря где нахожусь у меня стоит маркер домой но все равно пока что-то как-то а я в этой я в этой части кстати не особо расхаживал это что такое а это этот страшный зверь не буду к нему подходить вот еще кому красивенько синяя ай давай срежем их раз они мне мешают что нам нужно построить сушильный шкаф для корма могу я смотреть меню идти одновременно не могу а еще не могу потом продолжать зажимать клавишу нужно отжать вперед и зажать снова ладно так это нужно кстати собрать и это нужно собрать а почему одна да ладно их было там я их ставил пять а нет я не то масло ставил ясно так сушильный шкаф для корма а это ограда перешетчатая ограда зачем от кого мне ограждаться вот здесь наверное да самый первый постройки сушильный шкаф это что для корма и это что такое я имею ввиду вот эту полосу который он показывает непонятно куда поставим сюда а где перед у него где у этого инструмента ну давай вот где рычаг поставим наверно что для него нужно 5 древесины 2 растительных масла и 3 камня так растительное масло 1 а для него нужно растительные волокна их у меня много давай поставим еще тогда 4 1 2 3 4 запас сделать не будем а добудем сразу камень где-нибудь поблизости ну и дерево заодно почему бы нет а вот такими ударами мы можем и камень и дерево добывать классно очень очень класс что такое побег зеленого дерева я теперь смогу посадить дерево красиво так 4 штучки есть камень есть и и дерево нужно было почему камня нет я же добыл камень в смысле перегрузка от чего надо отдыхать так так хорошо я построил сушилку берем масло выключаем надо наверное отдохнуть и поспать а то как ой смотрите какая красота офигеть офигеть сейчас вот это я понимаю блин жалко нельзя интерфейс убрать короче погнали спать сосновые вершины восстановлены вот где алюминий отвечаю это алюминий что-то я до этого не додумался а это какие-то кристаллы красные а был там алюминий да я видел где-то алюминий ну в смысле пока ходил я просто предполагаю что он вырос потому что я выполнил миссию я же видел ага доброе утро вы надеюсь хороший себя чувствуете в общем предлагаю пока на этом закончить чтобы да так много получилось вот такая вот игра мне нравится посмотрим попрохожу ее может еще пройдем до конца демку пишите что думаете пишите нравится она вам или нет также пишите какие-нибудь другие проекты из этого фестиваля быть игром потому что там очень много интересных проектов я блин сидел наверное минут сорок просматривал я все не просмотрел настолько тьма их если кто-то что-то кому-то что-то приметилось обязательно пишите я ознакомлюсь а на этом пока сегодня все спасибо что смотрели это видео подписывайтесь на канал ставьте нравится и до встречи в следующих видосах счастливо до встречи